В детском саду номер один Умка есть замечательная традиция отмечать день рождения Деда Мороза. И этот Новый год не стал исключением. Ребята из группы Неваляшки, Гномики, Почемучки, Солнышко, Фантазеры, Буратино, Пчелки уже отметили это радостное событие. Все они вместе с воспитателями написали письма с пожеланиями и поздравлениями для Дедушки Мороза. И своими руками сделали ему подарки. А еще ребята веселились, отгадывали загадки и играли в игры. Некоторые воспитанники кидают в этот ящик не единожды. И по два, и по три письма желания появляются, оформляются в письмах, дети забрасывают. Вместе с родителями, вместе с воспитателями, кто-то сам. Кто-то приносит письма из дома, кто-то рисует и пишет здесь, в группах детского сада. Мы ожидаем прихода Деда Мороза за этими письмами и поздравлениями 15 декабря. Но куда они его уносят, мы не знаем. Это же волшебство. А приезжают они, приходят за ящиком с такой волшебной тележкой. Она по-новогоднему украшена. Грузят этот ящик на эту тележку и катят по дорожкам детского сада. И увозят. Наверное, великий устюг. Не знаю. Это же волшебство. Сказочный персонаж Снеговичок. Новогодний почтальон торжественно открыл в детском саду почту Деда Мороза. Теперь каждый может написать письмо с пожеланиями и утром, заходя в детский сад, опустить его в почтовый ящик. Ведь Новый год – это самый долгожданный и волшебный праздник. Время чудес и исполнения желаний. Я знаю, кто такой Дед Мороз и Снегурочка. Они приходят на Новый год и дарят детям подарки. Подарки я хочу получить себе, косметику и куколку. Желаю, чтобы он был все время таким же добрым и ласковым. И чтобы он все время приходил на все праздники. Он настоящий, потому что он на каждый Новый год приходит и к домам, и к детишкам в детский сад. Он живет на Северном Устюге. Он приезжает на оленях, садится на саде со своим мешком, а олени очень долгий путь сделают. Я бы ему написал добрые слова и желание мое. Я знаю, что он подарки приносит. Я бы хотел какой-нибудь из Лего. В завершении праздника ребята связались по видеосвязи с самим Дедушкой Морозом. И он поблагодарил ребят за поздравления и теплые слова. Пообещал прочитать все их письма и прийти на новогоднюю елку в детский сад с подарками. Вероника Климова, Иван Петров, Егор Бондаренко, Артемовский. Новости, телеканал Лента.